Добрый день, меня зовут Денис Сеченко, я работаю в сервере, пишу на Go. И хочу вам сегодня рассказать про средства автоматизации вашего рабочего окружения в Go. Начнем с того, какие чаще всего проблемы или задачи, связанные с разработкой, можно этим средством решить. Первое — это банально установить зависимости, поставить какие-то утилиты по типу Go.Lang.ca или Go.Metalintra перед запуском. Второе — собрать проект, запустить его. Также, возможно, проект собирается с какими-то специфическими флагами линковщика, допустим, когда нужно включить информацию о версии продукта, текущей коммиты и прочее. Ну, когда нужно проверить покрытие кода, сгенерировать репорт покрытия в XML, чтобы дальше с ним что-то делать. Задеплоить проект куда-нибудь, например, на AWS, либо на Hero, либо куда-либо еще. Также, если, допустим, проект включает в себя что-то помимо одного микросервиса, или, допустим, это чистый бэкэнд, например, еще фронтенд, было бы неплохо иметь Live Reload, чтобы можно было, например, кодить и каждый раз не перезапускать наш сервис и прочие задачи. Какое сейчас самое популярное решение для таких проблем? Пока что самым популярным решением является makefile. Справа вы можете видеть огромный длиннющий makefile. Это makefile с реального проекта. Весь makefile не поместился, но примерно несколько задач здесь можно увидеть. Это, например, покрытие кода, покрыть код, сгенерировать репорт, показать его в браузере, протестировать все пакеты, создать моки и прочее, прочее, прочее. Но пока что это не самое удобное решение из всех. Могли быть решения поудобнее. Почему, например, нужно истать альтернативы нашему makefile? Что может быть получше? Какие вообще проблемы есть при создании любого makefile, использовании makefile? Первое — это то, что по умолчанию из коробки он есть только на Unix-системах, то есть там FreeBSD, Linux, Mac. Плюс еще, например, на маке может стоять вообще древняя версия make, и нужно накатывать новую версию, либо поддерживать старую. Проблемы, опять же, которые могут возникать у новичков, это то, что необходимо, чтобы формат makefile был правильный, чтобы отступы были в табах. Нужно перед каждой задачей ставить префикс в фоне, для того, чтобы output задачи не сохранялся в файл. А если у тебя несколько команд, то, например, их надо разделять бэкслэшем. Большая часть команды, все задачи, собственно, описываются в формате либо shell скриптов, именно не bar скриптов, а shell скриптов, либо специфическими синтаксисом makefile, который, опять же, обертка над скриптованием. Из коробки нету таких вещей, как параллельные задачи, поддержка дедлайнов или прочих каких-то полезностей. Да, этого можно добиться, опять же, через команды bash, но, опять же, нужно для этого знать bash. А если ты не знаешь bash, то его придется тебе учить. Изначально также makefile делался больше для CAC++ разработки, он больше под это заточен, и даже в мире CAC++ используют такие утилиты, как CMake или Automake. Современным проблемам, собственно, тут как мемчик, и современным проблемам нужны современные решения. Какие у нас на данный момент в мире Go есть альтернативы для makea? Их несколько. Первое, которое я нашел, это makefile. Суть его в том, что ты создаешь файлик, специфический Go файлик, в котором ты берешь свои, описываешь свою задачу, как набор Go кода. Это очень удобный инструмент, когда у тебя какой-то очень сложный пайплайн, когда нужно много логики. Например, там может быть полезно в качестве замены всяких специфических shell или python скриптов для деплоя. Но если чаще всего задачи простые, запусти что-нибудь и сделать что-нибудь, то это может быть overhead. Следующее решение — это task file. По сути, он очень похож на makefile, только вместо make-синтексиса здесь идет ялл файлик. Также он поддерживает шаблонизацию через Go шаблоны. Но, опять же, он в основном запускает shell скрипты. И третье решение из самых популярных я нашел — это shuttle. очень похож на предыдущий инструмент, но у него немножко другой синтаксис ялл файла. Также есть четвертое решение — это тулза, которое называется Gilbert. В принципе, она включает в себя весь функционал предыдущих инструментов. Он позволяет как использовать гошный код для описания каких-то задач, так и, собственно, описывать свои задачи в ямл файлике. То есть что он, собственно, из коробки нам предлагает. Опять же, у нас основные задачи описываются в ямл файлике. Задачи могут иметь, например, дедлайны, тайм-ауты. Можно описать условия, при которых эта задача будет выполняться. Также расширять функционал, который есть в Gilbert, можно при помощи Go. Из коробки также есть шаблонизация, есть такая вещь еще, как миксины. Можно, например, инклюдить какие-то файлы, если у вас там есть какой-то стандартный шаблон задач среди всех проектов, вы можете этот файлик инклюдить в остальные подпроекты. Какие основные концепции Gilbert? Опять же, как я вам сказал ранее, все задачи описываются в файлике, он называется gilbert.yaml. Вот он, собственно. Каждая задача состоит из набора джобов, из этапов. Каждая джоба, она выполняет конкретный экшен. В данном случае у нас есть задача build, которая запускает экшен build, и у каждого экшен, каждый экшен принимает параметры. Параметры для каждого экшена специфические. Каждая задача выполняется одна за другой. То есть там, если у build есть три этапа, сначала будет первый этап выполнится, затем второй, затем третий. Если второй этап, на втором этапе произошла ошибка, задача зафейлится. Но можно, например, сделать задачу асинхронной, чтобы два этапа выполнялись параллельно, независимо друг от друга. Можно задать дедлайн для конкретного этапа, либо задать тайм-аут. Это очень полезно, если, например, у вас есть задача, запусти все, и она стартует 5 или 7 микросервисов. Также можно определенные этапы данной джобы, добавить к ним условия. Например, в данном случае у меня есть задача clean. Она запустит эту команду, rmrf-vendor, только если эта папка существует. Условия, которые здесь описываются, это в основном обычная shell-команда. Какие здесь есть встроенные экшены из коробки, что нам Гитберт предлагает? У нас есть несколько основных экшенов. Первый экшен — это build. Build занимается сборкой Go-проектов. Сейчас, секундочку. У нас есть shell — запуск консольных команд. watch позволяет следить, трекать изменения в файловой системе и перезапускать какую-то задачу в зависимости от этих изменений. Например, если вы можете поставить трекинг папки с вашим Go-кодом, и, соответственно, как только происходят какие-то изменения, перезапускается ваш микросервис. Это довольно удобно. cover проверяет, запускает тесты в определенных пакетах и проверяет их общую сумму покрытия. Если у вас там покрытие будет ниже заданного порога, например, 80%, то задача зафейлится. И последний экшен — это getPackage, который позволяет скачивать Go-пакеты. Можно также задавать кастомные экшены для того, чтобы расширять функциональность Гилберта. Также в Гилберте из коробки еще поддерживается шаблонизация. Шаблонизация не гошная. Синтаксис больше похож на Jinju, кто работает с Python. Тут более-менее Jinju знаком, скорее всего. Вот можно объявить переменные глобальные сверху. Также можно задать переменные для конкретной джобы, ее скоб будет в рамках конкретной джобы. И, соответственно, двойными скобками можно объявить, чтобы в этом месте эта переменная была увидена. Также есть еще возможность вывести результат какой-то конкретной команды. Вот, например, у нас здесь есть свойство main commit. И вот такое вот выражение. Здесь на месте этого выражения будет последний ваш commit. Также можно вынести, как я сказал раньше, часть задач в какой-то файлик, и потом его себе импортировать. Вот здесь, для примера, у нас часть задач вынесена в YAML файлик testjobs, и он сюда импортируется. Также, если у вас при объявлении задач скопировался, ну, при объявлении задач скопился некоторый набор копипасты, например, там вы собираете пакет под несколько операционных систем, чтобы не дублировать, например, вот эту всю секцию по сборку, под сборку под определенную операционную систему, можно создать Mixing, это некий шаблон, он похож на Action, и затем его используют. Тут у нас есть Mixing Platform Build, который принимает переменные, там архитектура, операционная система, директория для сборки, версия и commit. И затем можно его несколько раз вызывать как функцию. И здесь у нас есть сборка под Windows, под Mac, только если операционная система, на которой это собирается, это Mac, и Linux. Все параметры в Mixing передаются при помощи переменных. Тут у нас есть секция Wars, предыдущие переменные, и они попадают сюда в Mixing Platform Build. Как я сказал ранее, функциональность Гилберта можно расширять, можно создавать свои экшены, можно еще скачивать плагины, которые уже готовы. На данный момент Гилберт поддерживает несколько источников, откуда можно, собственно, подключать плагины, либо саму их писать. Плагины описываются в специальной секции Plugins. Каждый импорт имеет URL-формат. У нас из коробки здесь поддерживается GitHub. Можно скачать пакет с GitHub, будет за последний релиз и сюда установлен. Поддерживается в том числе GitHub Enterprise, и можно указать конкретную версию плагина. Можно скачать его просто по ссылке, может указывать HTTP или HTTP ссылку на файл, он будет скачен и подключен. Файл. Можно указать путь к библиотеке ISO. И можно подключить ваш локальный пакет, который лежит в вашем проекте с вашими кастом-экшенами. Может быть полезным, если у вас какие-то свои специфические самописанные задачи есть на проекте. Текущая имплементация плагинов полагается на механизм Go Plugins, и поэтому на данный момент эта фича работает только на Mac и на Linux, и сейчас в разработке идет поддержка под фряху и под винду. Теперь я вам покажу небольшую демку. Эта демка основывается на другой демке. Это проект, в котором у нас есть серверная часть, у нас есть библиотеки, которые к нему подключаются. Это, по сути, что-то вроде RSS-ленты. И у нас есть еще небольшая часть фронт-энда. Для сравнения я тут открыл makefile, который есть в проекте, и файлик gilbert.yaml. И задача, которая у нас есть, это запуск самого сервера, сборка сервера, сборка библиотек. Здесь на данный момент две библиотеки, которые собираются. Очистка проекта, сборка статических файлов. Также здесь есть watch, задача, которая позволяет следить за изменениями файлов, и на основе этого пересобирать проект. На данный момент watch сделан в основном под Linux. Здесь используется туза identify weight, которая следит за вашей директорией и запускает определенный скрипт при изменении. Задача, которая проверяет покрытие вашего проекта и просто показывает репорт по покрытию. И задача ls, которая показывает список всех задач, которые здесь есть. И для сравнения тот же файлик gilbert.yaml. Здесь у нас заимпортирован один файлик с общими шаблонами задач, подключен пакет actions, в котором наш самописный action, о них я вам расскажу позже. Несколько переменных по типу версия проекта, директория для сборки, директория с библиотеками. Есть несколько миксинов. Есть миксин build-сервер, build-библиотек, очистка, копирование файлов и пересборка. Здесь миксины используются по той причине, что здесь есть две задачи watch и build, которые используют один и тот же сет задач, похожий. И задача у нас, опять же, и сборка. Чек покрытия. Здесь порог в покрытии стоит 40%. Если покрытие ниже 40%, то мы получим ошибку. И из пакетов у нас тут чекается только пакет sources. Пакет, в котором лежат библиотеки. Есть задача watch, которая следит за файлами в папке сервера. И если у нас меняется исходный код в этой папке, то у нас проект пересобирается. И задача start просто запускает наш сервер. Предлагаю вам сначала проранить тесты через задачу cover. Кстати, мы можем посмотреть список всех задач, которые здесь есть. В make я сделал скрипте для этого небольшой. А в gilbert это есть из коробки. Предлагаю сначала запустить задачу cover, чтобы проверить покрытие нашего проекта. Так, покрыт у нас только один пакет, и у него с покрытием все хорошо. Теперь попробуем чуть повысить порог покрытия. Пускай это будет 80. Посмотрим, что у нас будет. О, мы получили ошибку. Извините, у нас покрытие ниже 80%. Можно также получить репорт по всем функциям, которые у нас есть в этом пакете. Вот, мы видим покрытие каждой функции в этом пакете. Теперь давайте запустим наш сервер. Помню, еще задачи watch. Вот, как видите, у нас собирается проект, собирается вся статика для него. Запускается еще наша кастомная задача live reload, самописная, которая позволяет перезагрузать браузер, когда меняется какой-то файл. И вот наш проект запущен. Вот такой у нас проектик. Это лента новостей с двумя источниками, реддитом и stackware flow. Каждый источник — это отдельная библиотека go-plugin, который подключается. Теперь откроем какой-нибудь файл в проекте. Для примера возьмем статику, статический какой-то файл. Это у нас индекс.html. Поставим циферку 23 в тайтле. Вот, проект пересобрался и перезапустился. И вот у нас появилась циферка 23. Теперь поменяем что-нибудь в нашем гошном коде. Вот наши хендеры. Пускай... Сохранили файл. Проект пересобрался. И вот мы получили нашу ошибку, которую мы с вами вставили. Также, если, например, у нас синтаксическая ошибка, мы получим информацию об этой ошибке, но задача не упадет. Можем дальше продолжать работать. Исправили ошибку. Все, проект пересобрался и все хорошо. Теперь хочу, собственно, рассказать о том, как можно расширять функциональность. Ее можно расширять при помощи плагинов. Как я уже сказал, эти плагины можно скачать, а можно написать самому какой-то специфический набор action для вашего проекта. Как я сказал ранее, плагин здесь – это GoPlugin, это SharedObject библиотека. И каждая из этих библиотек должна реализовывать два метода. Первый – это GetPluginName, который возвращает имя библиотеки. Это необходимо для того, чтобы Gilbert мог проставлять префикс для ваших action. В данном случае у нас есть биотека LiveReload, и мы используем ее задачу StartServer. И на основе вот этого имени Gilbert будет понимать, какая задача относится к какому плагину подключенному. И есть функция GetPluginActions, которая возвращает хендлеры для ваших action. У нас есть, для примера, action HelloWorld, и к нему возвращается хендлер. Каждый ваш action-хендлер должен реализовывать интерфейс action-хендлер, и у него есть, и должен примитировать две функции. Первая функция – это Call. Она вызывается тогда, когда запускается ваша джоба, который вызывает этот action. То есть в Call реализуется вся ваша логика. И должен реализовывать функцию Cancel. Она запускается тогда, когда, например, пользователь решил убить хендлер раньше времени, либо, например, не знаю, кто-то отправил сик-хендлер. Вот, собственно, процессу сборки. И здесь вы можете реализовывать все ваши роллбэк-операции, закрывать файлы. И здесь, получается, вы можете откатывать изменения. Например, если у вас есть action, который собирает докер-имиджи, вы здесь можете имплементировать роллбэк-логику. Собственно, теперь я вам покажу пример собственного плагина самописного, и покажу, как, собственно, плагины импортировать, подключать. Итак, тут у нас сейчас, как видно, подключен локальный плагин из пакета actions. Вот здесь он лежит. Этот плагин – это самописный live reload сервер, который посылает сигнал браузеру на то, что страницу нужно перезагрузить. Вот здесь задача watch. У нас вызывается action start server, который стартует live reload сервер. И, собственно, каждый раз, когда watch посылает сигнал на то, что пора пересобирать проект, у нас запускается action trigger, который запускает сигнал, посылает сигнал браузеру о том, что пора перезагрузить сервер. Вот, собственно, наш main файл нашего плагина. У нас тут функция getPluginName, возвращает его имя, это live reload. И у нас есть два action – это start server и trigger. Здесь у нас фабрика, которая создает нам инстанс нашего action-хендлера reload server action. И в функции call у нас стартует long polling сервер. У него тут три endpointа. первый это endpoint, который возвращает скрипт, который мы подключаем на наш фронтенд. Listen, который позволяет подписаться на изменение live reload сервера. И отдельный endpoint, который позволяет посылать сигнал на то, что пора сервер перезагрузить. Это плагин чисто для демонстрации функционала. И у нас есть cancel функция, в которой мы берем и завершаем работу нашего сервера. Теперь я вам покажу, как можно еще и подключать готовые плагины. Я возьму, для примера, демонстрационный Hello World плагин. Тут есть инструкция, как его подключить. И скопируем таску из примера. Так, вроде бы все правильно. Вот, этот плагин у нас не скачен. Он скачался сейчас. И запустилась задача. Также хочу вам показать то, что в процессе, перед тем, как запускать задачу, вы можете какие-то параметры запуска задачи менять. Здесь у нас в демке был live reload сервер. И у live reload сервера есть адрес, по которому он запускается. Мы можем этот адрес переопределить. Он у нас определен в переменной watcher other. Используя flag var, мы можем эту переменную перепределить. Пускай это у нас будет localhost 8600. И вот, у нас live reload сервер уже стартовал по другому адресу. Это может быть полезным, если у вас, например, вы не знаете точно, например, по какому адресу будет разворачиваться ваш микросервис, или он определяется динамически. Можно эти значения пробрасывать опять же сюда. Есть ссылка на эту презентацию. Можно Гилберт скачать по этой ссылке. И, собственно, он лежит на гитхабе. Можно изучить его исходный код. И исходный код плагина, и примеров, которые были здесь изложены. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Спасибо, что пришли. Сейчас, в принципе, время для вопросов. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте. Я хотел бы тебе подякувати, пока народ збирается с думками, какие вопросы они хотят раскрыть. Спасибо тебе за презентацию. Насправді, из моей точки зрения, достаточно сложно передавать такие насыщенные материалы. И я, знаете, сколько я не смогу переварить, чтобы запитаться. То же, если вы спробуете, у вас возникнут вопросы, то вы всегда знаете, до кого можно вернуться. И Денис будет рада вам допомогти рассказать. Материал довольно компактно изложен, столько инфы в такой короткий период. Если какие-то вопросы, то задавайте. Окей, давай просто сделаем такой, знаешь, как бы рекап. Тобто, есть задача. У нас есть задача, с которой мы стыкаем каждый день. Это мы имеем как-то с нашим кодом взаимодействовать. Его билдить, деплоить, чекать, проверять, надавать. То есть, в принципе, это понимание. Рутина, которая у нас есть. Есть инструменты, которые нам позволяют это оптимизировать и автоматизировать. Мейкфайли, Tasker, что там еще было в тебе? Шаттл и первый, 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 какой-то там магический. Да, Мейдж. Вот, Мейдж. И Гилберт, да? Можешь просто сделать такие маленькие резюме, про что мы півгодинки разговаривали, про эти инструменты? Ну, и про Гибер, конечно. Окей. Какие популярные инструменты? Есть Мейдж. Ваша задача описывается гошным кодом. Мейдж этот гошный код компилирует и вашу программу запускает. Это удобно, если у вас, если вы, например, у вас пайплайн для сборки какой-то очень сложный, требуется огромное количество логики. Сейчас эту логику описывают либо в Shell, либо в Python скриптах, а так вот эту логику можете писать чисто на Go. Но минусы в том, что если задачи у вас небольшие и завязаны на запуск, например, в Shell скриптов, это будет неудобно. Task File. Как Makefile, только YAML синтаксис. Шаттл очень похож на предыдущий инструмент, но синтаксис у нас чуть-чуть другой. Само описание задач. То есть у нас есть либо описываешь задачи в YAML файлике, в основном это Shell команды, либо ты пишешь свою задачу на Go в отдельном файлике, по сути программируешь ее, соответственно, из этого и бывает потребность покрыть это дело тестами. У нас есть две крайности. Есть Gilbert, который, получается, берет чуть-чуть того, пытается, скажем так, как усесть на два стула, так сказать. У него есть, опять же, синтаксис в формате YAML, но вместо того, что полагается просто на Shell скрипты, он полагается на экшены. Это принцип, похожий на Solstack, возможно, похож на Ansible. Задачи можно гибко описывать, часть логики можно выносить в Go, то есть он расширяется, опять же, за счет Go. И имеет, по сути, в себе есть тот же функционал, что первое, что и второе, только он этот функционал комбинирует в себе. Ну, то есть, можно сказать, что, с одного боку, для стандартных пайплайнов нам не нужно ничего писать, мы можем брать все с коробки, а для складных, если нужно, можем дописывать и расширять. Плюс из стандартного функционала он решает некоторые задачи, с которыми обычно сталкивается стандартный Go разработчик. Это, например, сборка, когда тебе нужно не просто написать Go Build и собирать текущий пакет о соберении под разные операционки, проставь мне, пожалуйста, линковщика мне, там, поменяй две переменные, пропиши в них версию проекта, там, пропиши текущий коммит, еще что-нибудь. Там, например, еще люди, которые пришли с PHP, они привыкли, что ты редактируешь файл, сразу заходишь, твои изменения уже там, а патч перезапускать не надо. А в Go, например, в ноде нужно перезапускать сервер. Опять же, задача ВОЧ, которая автоматически может перезапустить задачу сборки и запуска твоего проекта, как только файл поменялся. Это довольно удобно. И, опять же, прочекай мне, пожалуйста, покрытие этих пакетов. Если покрытие ниже 80%, то все, задача фейлится. Например, можно на commit hook поставить эту задачу, и просто ты не сможешь там, например, запушить, закоммитить изменения, если у тебя там покрытие просело до 40%. Супер, да, 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 дякую. Ну, я еще тут загадал про линтеры. В принципе, это до шелла можно виднести. В принципе, да. Суть в том, что как бы с линтерами сейчас, опять же, идет небольшой транзишн период. GoMetaLintr, он уже официально деприкейтнутый. Ей GoLang.CI линтер пока не приняли. Ну, например, из того, что связано с GoMetaLintr, здесь есть ActionGit Package, который может там тебе, вместо того, чтобы ты запускал несколько раз команду GoGit, описать список пакетов для GoMetaLintr, которые тебе необходимы. Ну, опять же, там можно еще туда отнести GoCaf.xml, который там генерирует репорт в XML-формате для кайбертуры. Тоже там можно пакет сюда включить, одним махом скачать все нужные те пакеты. Окей, дякую. Ну, якщо наразі після цього питань не виникло, то я думаю, що можем на сегодня прощаватись. Ви подумайте, будь ласка, які б топики хотели підсвятить, обговорити, послухати, розказати. Це завжди вітається. І чекаємо на зустрічі на метапах офлайні вже, з питаннями, пропозиціями. Ну, і до наступного разу, звісно. Ще раз дякую, Денис, за виступ. Та, якщо є якось запитання, ще є шанс задати. Тут є.